еще раз звук проверим вроде у меня по индикатору есть давайте еще плюсик все отлично работает все все хорошо здрасте уважаемые участники партнеры начинаем наш никогда не пропускаемый вебинар по вторникам вот когда всегда бывает и всегда состоится не надо даже задавать вопросы будет ли он во вторник потому что он всегда будет по крайней мере пока я здесь поздравляю всех женщин девушек с праздником 8 марта как бы там его не называли там где бы там его не праздновали не праздновали праздник весны праздник хорошего настроения праздник великолепных поступков со стороны мужчин которые мы в этот день показывают больше всего как они нас любят уважают и ценят я лично праздник очень люблю и от всей души искренне с ним поздравляю всегда всех женщин всех девочек всех девушек так начнем вебинар собственно говоря никаких особых таких новшеств о которых стоило бы говорить мне лично то есть чтобы я такое знала о чем бы не знали вы у у меня на данный момент нету вот поэтому особенно даже рассказывать ничего не буду сразу наверно к вопросам перейдем но единственное что хочу сказать да вот в прошлом на прошлом вебинаре я или на позапрошлом я давала вам skype товарищи который хорошо разбирается в компьютерах и всем помогает вот я еще раз пожалуй про пиаре этого человека потому что реально человек разбирается очень хорошо и настраивает компьютеры которые в принципе работают нехорошо у людей рассказал мне сегодня одну историю по поводу компьютеров вроде как я сама себе компьютеры собираю windows всегда себе ставил сама вот но таких вещей которые он рассказывает я не знала информация очень ценная поэтому очень ну и в принципе и в интернете даже нету особо вот это показывает что человек реально разбирается на очень хорошем уровне и настраивать любые компьютеры которые казалось бы даже уже и так хорошо настроенные хорошие новые и только что установлены там все вот это я к тому что как я и говорил всегда ничего не значит что у вас компьютер новый что вам только что windows поставили что там все чисто и хорошо это еще не значит что он будет у вас быстро и качественно работать вот как вот он мне сказал вильям при установке windows уже вы закладываете все проблемы потому что там есть очень тонкие моменты которые надо при установке всегда на них обращать внимание вот поэтому еще раз даю skype если кого-то очень интересует чтобы его компьютер хорошо и быстро работал чтобы все отображалась пожалуйста обращайтесь реально людям помогает человека все начинает кстати вот эти все проблемы да что-то не видно что-то не отображается какие-то кнопки не нажимаются это все еще с установки windows идет как выяснилось поэтому всем рекомендую просто обратиться настрой свой компьютер человек этот работает понятное дело не без оплаты но я считаю что за такие моменты нам платить конечно не надо ждать халяву вести правильно так ну вот собственно все что у меня есть вам сказать на сегодня да наверное поэтому давайте задавать вопросы я продолжу уже отвечать на вопрос так сергей включить чат пожалуйста спасибо хватит пока посмотрим сколько написали так 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 значит по поводу вывода сразу на все вопросы одним движением открою то есть отвечу раскрою всю информацию какая у меня есть по поводу вывода пока не закончится работы ждем просто выведу после того как работа закончится после как все настройки перестройки закончится все видели уже наверное потому что их skype чатах и в общем чате эта информация проскакивала про новую платформу обменников вот с этим связано что туда подключают и карточный сайт тоже до чтобы транзакции все там записывались и соответственно и кредитный проект все подключается все интегрируется поэтому просто напросто надо подождать больше никакой информации у меня нет больше меня не спрашивайте это все что я знаю по поводу вывода так ну вот первый вопрос от игоря мой кошелек такой-то светится заявка на пополнение хотя она не активно можно убрать но вот кому она мешает эти заявки висят никому не мешают ну здесь что вот она там у вас глаза мозоли больше ничего такого от нее нету некие средства под нее естественно не резервируются ничего нигде не снимается не будет снято да когда допустим что-то там у вас будет доступны кошелек вы откроется в платежной системе поэтому пусть пока висят потом программисты уберут может быть когда время будет а другой работа не будет у них так борис крюков спасибо за поздравление заканчивайте вы спрашиваете судьбе дебета работает счет посмотрите у себя в кабинете у вас все счета сейчас да как это называется ваши счета или мои счета да мои счета по моему все счета начиная с дебета там и кончая вашими сбербанковскими картами все объединено в общем в общем так сказать в общем списке то есть все счета ваши дебет ваш все ваше не надо переживать по поводу счетов это я считаю просто-напросто какое-то непродуктивное поведение сидеть и думать что будет с дебетом и какая его ждет судьба лучше подумайте о своей судьбе зарабатывайте деньги все так не на не на не но у меня не отчисляет свои дебеты кэш крыться не пишет что недостаточно купила еще столько и шкрыться все равно этого на страницу поддержки напишите чтобы ваш случай конкретно разобрали уже программисты так за поздравление всем спасибо это уже ответила александр задался я посмотрю единственное что если что-то такое повторится ну я больше помогать тогда не буду реально вот эти вещи вот эти истерики в общем чате вот эти вот всякие провокации в общем чате зачем это делать я не знаю если у вас тем более что деньги есть в аккаунте и вам надо займ выплачивать но я не всегда я блокирую да вот у меня сейчас просите помочь разблокировать не всегда я блокирую я же говорю еще раз меня может там вообще не быть в то же время людей блокирует служба безопасности реально это поведение нехорошее так олег бучковский при выставлении арбитражных средств не дает создавать количество копий заявок вот это вам надо компьютерная в настраивать скорее всего что-то у вас там не видела таких обращений ни разу еще дальше 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 вот и еще поздравить женщин виктория там что-то там у них не словами не сложилось собирались поздравить собирались написать новость собирались там как обычно поздравить женщин девушек девочек всех но и что-то там не получилось все равно взять и поздравлений будет вот и увидеть еще но тоже конечно я за это приношу извинения потому что надо было как как-то пораньше все-таки так стародукт своими номер телефона если у вас кабинете нету кнопки изменить поменять нельзя если есть вот нажмите изменить просто самостоятельно вот но в принципе номер телефона вы на карточном можете указать другой просто и все между собой не особо связаны вам верифицируют на карточном сайте другой телефон как без проблем карту сможете заказать так и гинтал тос по поводу займов просроченных картах списывают ну поправляют партиями потому что сейчас работа опять же много программистов уже несколько таких скажем так списков прямо списка не справляют поэтому несколько таких списков уже исправлено есть какая-то проблемка была точнее и сейчас уже решили сейчас уже такое не получается но вот у кого еще остались такие займы они будут ближайшее время погашены тоже погашены выплачены деньги зачислены на карту вот 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 все будет сделано ближайшее время сейчас такого уже не происходит проблемку нашли исправить Так, собственно, все. Поздравлений больше, чем вопросов. Давайте еще. Сергей, включите чат. Спасибо всем за поздравления. Очень приятно. Спасибо. Спасибо, Сергей. Пока хватит. Посмотрим. Посмотрим вопросы. Как мне вывести заем гарант Дебица? Они из Беларуси спрашивают. Если он не выводится, значит, никак его не вывести. Раз, если там не работает у вас что-то, кнопка не нажимается, и вообще нет такой возможности. Ошибка выходит. Значит, сейчас это все тоже с работами связано. Сейчас лучше не брать такие займы на вывод. Берите на карту заем сразу. Там не надо выводить ничего. Я уже говорила об этом. Так, пополнил карту Visa Black. Григорий с киви кошелька тремя переводами. Дойдется завтра или послезавтра, потому что у вас там лимит на транзакции очевидно на пополнение. Борис Крюков. Для чего нужна новая платформа обменников? Это как-то смущает, особенно пиар Шабанова, его поведение в чате. Во-первых, Шабанов Денис, вы сами знаете, какой участник. Он у нас такой, в общем-то, довольно, как сказать-то, он всегда себя так ведет, скажем так. Поэтому не надо тут смущаться. Люди у нас разные, по-разному себя ведут. Ничего такого криминального в его поведении нету, поэтому хочет он так себя вести и пусть себя ведет. Там по-разному себя люди ведут в этом общем чате. Матом ругаются и шутят по-разному, провоцируют, что только нету. Поэтому Шабанов не имеет отношения к новой платформе обменников, в этом смысле, как вы себе представляете. А новая платформа нужна для чего? Вы на одной платформе видите сразу все обменники, как на мониторинге, в принципе. То есть вы можете выбрать лучший курс, и это заставит обменники как-то конкуренция же будет. Соответственно, курсы будут для вас по-выбедению. Во-первых, это. Во-вторых, там еще много всяких будет таких вещей. И для обменников хорошо, потому что уже они смогут заниматься непосредственно с обменом и не тратить время ни на сайт на свой, ни на что. Это все как-то поддерживается централизованно. Просто сейчас еще не все доделано. На поведение участников в чате я вас прошу, не обращайте внимания, но по-разному лицу я веду. Бывает расстроенный, бывает там игривое настроение, мало ли что. Я и сама веду себя не всегда одинаково в чате. По-всякому бывает. От настроения тоже немножко зависит. Это я, я в принципе-то ответственный человек, ответственное лицо. А люди сами по себе могут как угодно себя вести. Лишь бы правил чата не нарушали, потому что за это блокируют. Потом просится, чтобы разблокировали. Так. Еще кого-то забанили. Я в разблокировке, Егор, помогают только в том случае, если это я заблокировала. Ну или это заблокировали за чат. Прошу прощения. В остальных случаях я в разблокировке никак не помогаю. И есть еще момент, если вы младший партнер Павла Безрукова. Такая вот история получилась. В этом случае я тоже могу помочь. Потому что там по ошибке всех заблокировали просто кучу всех младших партнеров Павла Безрукова. Поэтому, если вы к таким относитесь, тоже можете написать, я разблокирую. Я даже лично могу это сделать. Так, Ираида Дудникова, передам вашу просьбу, скажем так, ваше замечание программистам. Не знаю, правильно, неправильно там что-то настроено. Я не очень-то в пи-ту-пи разбираюсь и лезу. За поздравления спасибо. Так, Влад. Сегодня не работали отчисления сердцами с карт. Да, был такое дело, вроде поправили. Но при проверке опять оказалось, что вроде как и не поправили. То есть вот сейчас работают с этим. Разберутся, поправят, будут работать. Был такое, да. Виталий, обязательно ли заказывать карты вообще или можно с дебетсчетом работать всегда? Карты заказывать, во-первых, удобнее, во-вторых, проще с ними работать и как-то надежнее с точки зрения вас как участника. То есть деньги всегда на карте, деньги у вас в кармане, вас уже не будет волновать, каким образом мы переназовем какой-то счет. Понимаете? А то вот это больше всего волнует участников. Когда мы переназываем счета. Поэтому лучше заказать карту, конечно. Я уже давно говорю, что со временем все функции сайта будут доступны, наверное, только участникам, у которых есть карты. Это удобнее будет просто делать. Не то, что все будут доступны только тем участникам, у кого карты есть наша. Но больше функционала будет с нашими картами. Так, то есть будут какие-то дополнительные моменты с ними связаны. Ну, знаете, как вот к брендингу, к брендинговые карты в банках. То есть по такой карте можно то-то делать, по такой то-то. Там нули считаются, там какие-то товары со скидкой приобретаются. В этом смысле говорю, что функционала может быть больше. Так. То есть что может быть что-то дополнительное именно для нашей карты. Так, Вера то же самое уже ответила. Просто подождать будет доступно. Чуть позже попробуйте, сделаю, будет работать все. А, нет, у вас другой вопрос. Все соответствует акции по отчислению сердечка на дебет, а галочки от отчислений прибыли на дебет нет. Это вы тогда в поддержку напишите. Пусть ребята наши посмотрят. Все ли у вас соответствует? Потому что иногда не соответствует или соответствует не все. Часто не учитывайте внутренние переводы. То есть по внутренним переводам, внутренними, допустим, мы там кому-то дали, он вернул, и у вас нету галочки. Ее, в принципе-то, и не должно быть в этом случае. Как вы знаете, внутренние переводы исходящие у нас тоже выводом считаются. Вот, Михаил Вележанский, у вас это сложная проблемка очень. Это не только вы бьетесь. Это еще несколько человек бьются. Что-то там где-то случилось, программисты не могут понять, почему так. Когда в соцсеть не могли войти вот таким же образом, там проще все было, и все решили. А сейчас еще и такая проблема возникает периодически. Не много таких участников, но они есть. Тоже перекинула программистам ваша идея для того, чтобы больше информации было, больше конкретных примеров. В любом случае поправить. Единственное, что я не понимаю, как, знаете, вот это бы интересно было, если бы вы написали, как вы до этого дошли, понимаете, до этой жизни, до жизни такой. То есть, что вы делали перед тем, как у вас случилась вот эта история, кто могло бы помочь в решении проблемы. Так, 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 так. Вот как долго или когда будут закончены работы на эти вопросы, тоже не отвечаю, но нет информации, говорю уже не раз. С удовольствием бы ответила. Анатолий, Артем, сын это вот этот человек предлагает за 20 долларов вывести деньги. Он еще только тут не пиарил уже этот Артем. Ничего он вам за 20 долларов, конечно, не выведет. Вот. Не ведитесь на такие вещи. Он там какую-то простую историю вам сделает, например, там на P2P купит у вас дебет. Чуть в этом роде максимум можете сделать все. А скорее всего просто может быть и не выведет ничего. Так. Иван, выдал дебет, не арбитраж, не заемный, поставил отчисление, скрыт, заявка свелась, посмотрела, ее отчисление стоят с дебетом. Нет, так не должно быть, это, наверное, ошибка, поэтому тоже на странице поддержки напишите вам по правоту. Так. Вот у кого-то с карт убрали ЭПС. Или это вообще с карточного сайта? Ну, я говорю, сейчас вот что убрали, что добавили, смотреть особого смысла нет, потому что противоречивые связи каждый день поступают. То у кого-то добавили, то у кого-то что-то убрали. Работы ведутся, поэтому посмотрим по окончанию работы, что в итоге мы будем, какие инструменты мы в итоге будем иметь. Так, то же самое, опять вопросы закончились. Сергей, давайте еще одни поздравления, прямо отвечать так легко. Спасибо всем большое. Борис Крюков, в процессе переназывания счетов денег не становится меньше, не надо придумывать, деньги все у вас на счетах. Если вы их продаете, конечно, за бесценок, их может становиться меньше. А если вы ждете терпеливо и даете нам время на то, чтобы сделать все так, как было запланировано, то все будет нормально у вас. Евгений, опять вопрос про Владимира Шаверина. Не знаю я ничего про Шаверина, не надо мне такие вопросы задавать. Обижен он или не обижен, я уж не знаю. Да он не обязан как бы здесь особо появляться, потому что он просто участник, еще раз говорю. Хочет, ведет вебинары, не хочет, не ведет. Я вот тоже хочу, веду, не хочу, не веду на самом деле. Я хочу, вот веду, а он, наверное, не хочет больше. Я уже говорила, что доставали своими там приставаниями участники по поводу разных там моментов работы в проекте. А какое-то к нему имеет отношение, если он сам ничего сделать не может. Нам тоже надоело, наскучило, не хочет больше. Так, могу ли взять арбитраж на дебет при наличии арбитража на счете сердечек? Карту заказал в начале января, сколько ждать? Можете, это два разных арбитража, просто эти вопросы на два разных счета вам, эти вопросы надо на страницу поддержки задавать. Не надо ждать вебинара неделю, вам ответить на страницу поддержки. Сергей Николаевич, Яна, вы же не советовали обменниками пользоваться, теперь будет советовать пользоваться платформой для обменников, или все-таки на P2P будет прогресс какой-то. Сергей, я не советую пользоваться обменниками, понимаете? Я просто объясняю, что вот есть платформа обменников, вот это множество, которое вы все видели. У меня спросили, чем там хорошо, я сказала, чем хорошо. Никому ничего не советую, пользуйтесь, чем хотите. Да хоть вообще ничем не пользуйтесь. Нет, какая разница? Работайте с P2P, работайте с обменниками, делайте, что хотите. Наличными друг другу деньги передавайте. Попадайте на разводы всякие. Это ваше личное дело, как участников. Как хотите, так и ведете себя в проекте. Что вам кажется более выгодным? Все им пользуетесь, Сергей, какая разница, что там я рассказываю, на каком вебинаре. P2P есть, новая платформа обменников появилась. У вас есть выбор, делайте выбор, как тот, который вам больше нравится, который вам выгоднее. Ну, там посмотрим. Так, Елена С, виртуальная карта и Black равноценно. Да, кроме того момента, что виртуальную карту в банкомат не засунешь. А так-то у них и лимиты одинаковые, что для Black, что для виртуальной. Вот, и в принципе, все полнофункциональная карта виртуальная, как и Black. Кроме того, что ее в банкомат не вставишь. Так, Альбина. Вопрос решается уже 4 месяца. Ладно, посмотрим. Комиссию за транзакцию списали, а вывода не было. Так, Дмитрий Маденов в сообщении к друзьям появилась кнопка перевода средств. Она работает или средства могут зависеть? Ну, раз добавили, значит, должна работать. Я не проверяла лично. Должна работать, иначе бы не добавили, наверное. Попробуйте, то есть, наверняка уже кто-то попробовал. Может, в общем, чате поделится историей своей. Геннадий Фатченко сегодня вывел с дебет на виза 100 долларов. Свои заведенные. Визьма прямым выводом, да? То есть, вот даже такое и есть. А вы говорите, вывод закрыт. Так, иноземцев Роман. Младшая делала, спасибо за поздравление, младшая делала вклад с визой виртуал по окончанию. Деньги упали на дебет сумму 200 долларов. Ее один такой. Это значит, Роман. Там два варианта могут быть, почему деньги падают на дебет. Это либо старый займ, то есть, она раньше делала, до того, как это опубликовали, что все обеспечения по займам, то есть, компенсация по займам из гарантийного фонда возвращается на карту. Либо второй вариант. У нее лимиты не позволили зачислить ей на карту, и из-за этого попала на дебет. Это не поправляется пока что. В дальнейшем будет сделано немножко по-другому, но пока вот так, как есть. И вообще, почему-то люди особенно дергаются по поводу вкладов с карт, что мне совершенно непонятно. Продают сертификаты быстрее, чем обычно продают, например, по дебету. То есть, например, тот же человек, он ждал по дебету и 2, и 3 дня, а по карте в тот же день начинает продавать сертификат, даже еще сутки не закончились. Я считаю, что торопиться тут не надо, наверное, просто. А если уже вы так торопитесь, обратите внимание на лимиты свои по карте. То есть, если вы выдаете займы, надо следить за лимитами тоже. Пока, по крайней мере. Сейчас пока нет другой возможности. Сейчас вот так вот все. В дальнейшем будет немного по-другому сделано. Карточный сайт не принимает оплату выпуска карты Blacks, а средств зебет счета вообще на самом деле принимают? Я не видел, что не принимал. Там, если у вас выходит какая-то ошибка, надо узнать на странице поддержки, в чем, собственно говоря, дело, потому что люди оплачивают карту с дебета. Я не видела проблем. Вера, не знаю, о чем спрашивают. А по поводу, наверное, вот этого. Насчет того, что в поддержку писала в ответ Сишина Вера, не надо так писать вообще, потому что вот когда я проверяю, да, вот здесь вас не проверишь, вы все подводуманными никами, да? Когда в общем чате вот такое пишется, я иду и проверяю на страницу поддержки. Как правило, там есть ответы. Вот как правило, есть ответы. Все ответили, человек просто не читал вопрос или даже не задавал его. Самое интересное, что... Если нет ответа, это только один вариант. Человек не задал вопрос. Был такой какой-то Дмитрий, который вот так вот написал, поддержка молчит, а сам ни одного вопроса поддержку не задал. Так, Юрий, то же самое. Вы напишите в поддержку. Это не штраф, это идет просрочка по вашей этой самой карте. Вы напишите в поддержку, вам это все сделают. Это неправильно, не по вашей вине поправят. Юрий, ты. Надо, чтобы тикет создали. Вы добивайтесь поддержки, чтобы создавали тикет. Это ребята только могут создавать с синей обводкой. Как Олеся Ганединова. Не знаю, сколько ждать ответа от карточного сайта. Там тоже у них перестройки. Возможно, с этим связано то, что они долго решают какие-то вопросы. Так, отчисление на дебет сердечного счета. Что-то со 100 долларов вложенные. Значит, Анатолий, вам надо посмотреть, у вас действительно 100 долларов ли вы могли вложить, потому что были моменты, когда люди могли вроде бы вложить больше с сердечного счета с прибылью на дебет, а на самом деле, ну, им так казалось, у них галочка появлялась, на самом деле им можно было меньше вложить, и поэтому прибыль пришла только с одного займа. Поэтому смотрите, а посмотрите внимательно, или спросите в поддержке, сколько у вас должно было выставиться на дебет. Вот если должно было больше, вам могут поправить. То же самое на странице поддержки, идите пишите. Вот Анатолий подтверждает, что Артем, который предлагает за 20 долларов вывести деньги, шарлатан, скажем так, да, и говорит, что он попал с ним. Поэтому я просто, предупреждаю участников, чтобы не велись на такие вещи. Артем, там будет Иван, или там еще кто-нибудь, неважно. Единственный путь, который можно вывести из проекта, это вот P2P, это обменники. И это вот, как вот человек написал, это еще и прямой вывод, или вывод с карты, с карточным, на карточном сайте. То есть, есть варианты, поэтому ждите. Конечно, не все сейчас хорошо и быстро работают, тем не менее. Это сейчас так. Руслан, P2P-переводы на виза-карту в сутки, получение отправки, выдача займов с виза-карты, это одно и то же или нет? Выдача займов с виза-карты, это тоже P2P-переводы, то есть, они входят в лимит. Поэтому надо учитывать вот это все. Это не одно и то же, но лимит на них, лимит на это один и то же. То есть, все равно это P2P-переводы, когда вы займы с картой даете. Не одно и то же, это в смысле в нашем, с точки зрения кредитного проекта, с точки зрения карточного сайта, это абсолютно одно и то же, я думаю, получение, отправка просто денег. Так, Григорий, в соцсеть не можете зайти, теперь еще через Мозилу заходит. Это надо браузер настраивать, над компьютер настраивать. Вот обратитесь, я ссылку дала, лучше вам помогут, скорее всего. разобраться во всем этом. Если у вас Facebook, тоже есть уже как бы некоторые наработки. Если у вас соцсеть Facebook, то там бывает нужно настроить внутри через Facebook, уже в аккаунте в Facebook, разрешить там приложению делать то-то и то-то, и тогда у вас тоже бывает все будет нормально. Такой есть вариант. Вариантов на самом деле очень много. У каждого по-разному такие вот моменты случаются. Поэтому если бы вы собрали хоть какую-то информацию по поводу того, что делали до того, как началась вот эта вот проблема у вас возникла, было бы легче решить этот вопрос для всех. Так, Евгений Дружихин, на P2P желающих продать дебиты больше, чем купить, как быть первым? Но, Евгений, быть первым всем не получится. Поэтому все равно кто-то будет первым, кто-то последним. Просто-напросто такая история P2P. Сейчас конкретно. Так, Ирина хотела перевести сердечный счет старшим партнером. Не переводится. Почему? Ну там как не переводится, смотря если просто перевод недоступен. Ошибка какая-то выходит. Или просто вы перевели деньги, а они зависли или что-то еще. Я не знаю, как там сейчас. Ответить не могу. Так, Сергей, давайте еще вопрос. Долго мучить не будем, другого сегодня, да? Все-таки праздник. И женщины хотят отдохнуть, и мужчины хотят провести время с женщинами. Поотвечаю на вопросы. Так, ну все, хватит, наверное, да? Борис Крюков, руководство знает о пробке на вывод депута на P2P. Их эта проблема касается, они решают ее в комплексе. То есть вы как-то вот смотрите на все однобоко. Вот вы берете какую-то проблему, вычленяете ее, да? Из общего контекста. И по этому поводу рассуждаете. Так делать неправильно и непродуктивно, потому что в любом случае есть какие-то связанные моменты, да? Так вот руководство решает все в комплексе. И конкретно, что оно делает именно в отношении пробки на P2P, я вообще сказать даже не могу. Я знаю, что руководство все знает и все решает. Плюс ко всему еще и настраивает сайт для дальнейшей работы. Так, я тоже вроде ответила, это ответила, это ответила. Через новую платформу в обменниках можно будет выводить дебет, если я его там не покупал. Понятия не имею. Вот честно, не могу ничего сказать. Как там будет и когда это можно будет, либо это вообще можно будет, либо это можно будет спустя какое-то время. Я не знаю вообще, какая там будет у них, у обменников, у этих политиков. Это же ваши участники, обменники держат. Были мнения в чате, что это официальный обменник. Помните, я опровергала какие вещи, потому что это неправильное представление. Никакой это неофициальный обменник, но обменники на одной платформе это всегда лучше. Это всегда для участников выгоднее, для клиентов обменников. И для самих обменников это тоже в принципе хороший повод вести себя хорошо. Так, это уже ответила. Как со счета дебет перевести деньги на карту виза? Ну вот у кого есть перевод, они переводят так просто, а у кого нет такого перевода, те идут на P2P и переводят на карту. Берут соответствующую заявку и выводят. Другое дело, что сейчас это сделать не так уж просто. Так, Юля, что делать, когда дебет на день приходит раньше, чем сердца? Отчисление с дебет на сердечный счет. Я даже опроса не понимаю. В смысле у вас на момент списания сердец с дебета нету сердец, в принципе, да, в аккаунте. Должны быть свободны. Делать нечего, значит, тогда с дебетой испишется. Так, потому что, как скажешь кратцами, не блокируется сумма при этом на сердце. Так, Елена, при каких условиях дают займ гарант на карту в трансфер визы карт Блэк? При тех условиях, что вы должны сначала выбрать займ с этой карты. И под сертификат этого займа вам дадут займ на карту. Виталий Бессоновский. Как и куда будут выводиться средства с партнерского счета? Ну, там как бы два варианта. Партнерка по картам идет, по карточным выдачам идет сразу на карту. А партнерка с других счетов попадает на партнерский и потом выводится на счет дебет по регламенту. С него уже будете выводить. Вот так, по крайней мере, было написано в последней новости. Вот вся информация, которая у меня есть. Так, Ирина, когда дойдет очередь до сердечек, заведенных внутренним переводом, чтобы стали собственными? Это каких именно? Если это USD1 до 25 июля, которые должны перейти на сердечки, до них очередь уже дошла, если вам что-то не перевели, пишите в поддержку. Если речь идет о сердечках, купленных в обменниках, уже после 25 июля, то, в принципе, вообще об этом речи не идет. Чтобы до них очередь дошла. Там прям конкретно надо разбираться по каждому случаю. За сколько вы их купили и когда вы их купили. Вот и у кого. И что у него было в этот момент в аккаунте, понимаете? То есть, это сложный очень момент, поэтому вряд ли в ближайшее время это будет разбираться. Вот. Евгений, у меня офиса нет, я дома работаю. А где находится мой дом, я вам не скажу. Много гостей будет. Хотя в интернете есть информация разная. Спасибо большое за само желание подарить это уже приятно. Виктория, когда в общем чате будет модератор? Да вот уже обещали, что он еще вчера будет. А его пока еще все нет. Там другие проблемы пришлось решать программистам. Так, можно ли доверять магазину? Я не знаю. Я не мониторю никакие магазины. Смотрите сами. Попробуйте какую-нибудь ерунду там купить, чтобы понять, стоит ли доверять им. как с вами будут общаться, как с вами вам будут помогать и в случае каких-то проблем. Фами, Фами. С 20 февраля не возвращают ошибочно снятый дебет из сердечных займов. Решаются такие проблемы. Просто много их. Там действительно был глюк. И у многих людей так получилось. Поэтому сейчас поправляют в порядке очереди и вам поправят тоже. Евгений будет заработать в этот магазин, который на сайте skype-asser. Однозначно будут работать какие-то из них. Какие-то из них, может быть, не будут работать. Люди сами решат, стоит ли им продолжать заниматься этим бизнесом или можно что-то другое начать делать. Я думаю, они будут. Ну, я знать точно не могу. Надежда, все вопросы по P2P, все до последнего. Ничего там не решаю, ничего не делаю, ничего не знаю. Поэтому вы пишите, пожалуйста, в поддержку P2P. Если не отвечает у них оператор, значит, надо писать на почту P2P, это вот трансфер.ком. Если там не отвечают, пишите в соцсетях у них, чтобы кто-то хотя бы увидел это ваше обращение. Потому что мы не решаем вообще таких вопросов. Так, Елена Барнаул, с ноября я не могу получить карту, написать сообщение на карточном сайте, не могу. Может быть, что-то не так делаю. Вот вам надо обратиться вот к человеку, скайп, которого я скидываю. У вас, возможно, просто что-то не работает на компьютере, не нажимаются какие-то кнопки, не отправляются какие-то там сообщения. Возможно, с этим, что с настройками компьютера вашего связано. А точнее, конечно, не могу сказать. Это смотреть все надо. Так, ну и еще немножко вопросов. Давайте до 9 в 9 закончим или в 9-10 как лучше. Начали немножко позже. Ну, собственно говоря, все вопросы, они такие вот простенькие. Особо-то ничего сложного нет. Хватит, хватит, хватит. Анатолий Мажарова пришла карта. Какой-то вопрос Светланы. Я сейчас еще позже посмотрю самое последнее. Не соображу сразу. Так, дебеты будут в ходу. Да куда же они денутся? Будете работать с дебетом так же. Ну, то его не собирается закрывать или там пересчитывать вам что-то. Так. Ирина, не могу погасить гифт. Это на странице поддержки. Все подробненько описываем. Даем ID. Рассказываем номер займа этого гифта. Рассказываем, что происходит, какая сумма на счету. Все это надо знать для того, что на такой вопрос ответить. Альбина, на компе два аккаунта, два браузера, по одному не могу уйти в соцсети общий чат. Это разные аккаунты на каждом браузере. Если разные, то лучше всего сделать нормальную, обычную вещь. Почистить кулки, вообще все полностью удалить. Но не забыть при этом записать данные от соцсети, потому что если вы туда входите исключительно по закладке и все пароли забыли, вы тогда вообще никуда не войдете. От соцсети, от почты данные записывайте, если у вас память не очень хорошая. То есть какие-то проблемы с этими входами можно решить самостоятельно. Какие-то нет, какие-то на нашей стороне бывают. Очень трудно разобраться, о какой вы в данный момент пишете, потому что, опять же, информации конкретно мало. Так, Олег, вопрос решится. Моих долларов 20 или нет. Уже не помню, о чем мы написали, понимаете. Вот. И сейчас даже не смогу посмотреть, а 9 не скинули. Если давали раньше на вебинары, значит, я передавала для решения эти вопросы и забывала мгновенно и благополучно. Так, Шаропад. На карточку не вернулись, погашение. Что делать? Сегодня срок есть, то еще ждать, потому что еще время есть до конца суток по гриммичу. Это еще достаточно много времени. В любом случае, в случае любых невозвратов, лучше подождать дня 2-3, потому что могут заемщики еще вернуть. Мало ли, что-то у них там не перевелось. Вот как пишут, завесли переводы. Лучше подождать, потом уже продавать сертификаты. Так, Анатолий ждем, когда выведут. Ничего не знаю. Дмитрий, ваш вопрос завис. Он просто человек, с которым у меня была связь, он у меня на связь сейчас не выходит. Видимо, настолько занят, что не хочет даже в разговоры какие-то вступать с посторонними товарищами. Поэтому я не могу сказать, что там что-то решалось за это время. Но вопрос передан, как только я его смогу вызвать на разговор, все это тоже выясним. Я бы написала, если бы что-то решилось вам. Карту заказала в начале января, сколько ждать? Тоже вопрос очень простой, в поддержку. Не нужно ждать вебинаров, для того, чтобы его задать. Обычно карта, после того, как вы ее заказали, дня через 3-4 отправляется. И если вы заказали ее с экспресс-доставкой, она должна в течение 3-5 дней, в принципе, считается, что вообще до 3-х. Ну так 3-5-3-7 были у людей такие вот сроки. У некоторых даже еще и дольше задерживалась, но все равно не дольше 9 дней. Это куда-то там, я не знаю, куда доставляли. Но такие моменты были. А что касается почты, вот почта и 2 месяца может доставлять. Такое тоже было, то, что через 2 месяца у людей приходило карту. А иногда за неделю доставляют. Вот это вот чисто индивидуально так вот получается у всех. Зависит от работы почты или службы доставки. Когда вернете деньги старикам? Я по-другому даже вопросу заполам не буду. Светлана все равно не поняла вопрос. Я его тогда просто скопирую. Что-то много подряд всего написано. Виталий из Кенигсберга. Я ваш вопрос не видела. Его нет у меня вот здесь в чате. Напишите еще раз. Вот сейчас вот, может быть, еще на 2 минутки включим чат. Сергей, включите, пожалуйста. Я его просто не видела. Не прошел вопрос ваш. По-моему. Леонид Кочет в карту Сбербанка можно будет подключить. Любую карту можно будет подключить. Так, выдал связи за имя не дали. В чем вопрос? Не знаю. Вы должны были дать это тогда в поддержку и разбирать ситуацию. По деньгам, введенных до 25 июля, какие бы ни были суммы, решать можно и решать нужно самостоятельно. У вас никто эти деньги не отбирал. Они у вас есть. Вы можете ими пользоваться и переводить их на счет, с которого можно было вывести. Вы это могли делать полгода практически. Ну, кто не хотел, не делал. Значит, идем дальше. Какие дальше будут приняты решения по этому поводу? Деньги у вас никто не отбирал, никто их не заныкивает. Если вы ввели деньги, вы их выведите. Вопрос в том, когда. Так, карту Сбербанка можно будет подключить. Займ лучше брать на карту, чтобы вывести. Виталий, вам надо просто спросить в поддержке. Там вам точнее ответить на все. Посмотрят вашу ситуацию. Дмитрий, почему вас заблокировали, если это не было сделано в чате? Я не смотрю. Даже это пишем на почту службы поддержки пока. Так, когда подключить можно будет? По-моему, даже сейчас уже можно подключить. Другое дело, удобно ли будет выдавать с нее взаимо. Но я знаю, что люди выдавали с других счетов. Лично я не проверю. А, когда закончат перестройку на сайте, соответственно, прекратятся глюки, можно будет нормально работать. Ну, во-первых, глюков не так много, как вам кажется на самом деле. Так, глюки наши возникают только в момент введения новых функций. Вот пока будут вводиться новые функции, после их ввода периодически будут возникать глюки. То есть это уже идет вторая стадия тестирования на работающей системе. Поэтому глюки возникают и глюки устраняются в этот период. Вот, вы пришли не в застывший проект, не в такой проект, который вот уже сделали и больше никто никогда не трогает, пока он нужен. А в динамично развивающийся проект, в котором постоянно возникают какие-то новые функции, добавляется что-то, немного меняется концепция и все такое прочее. А вот глюки еще есть, связанные с настройкой вашего компьютера. Тоже серьезно говорю, это очень серьезная тема на самом деле, как бы вы к этому не относились. Очень многие глюки, когда там не берется взаим, не нажимается кнопка, выходит какая-то ошибка, скажем, какие еще там были. Неверный ответ от сервера, вот это все. Это чаще всего связано с настройками вашего компьютера. То есть глюков больше, кстати, вот таких, чем наши. Наши, они, в принципе, легко определяются. Вы сразу нам о них сообщаете, мы стараемся их как можно быстрее решить. А так-то работать можно вполне спокойно. Люди работают спокойно. Но на вопросы, когда, я ответить никогда не могу, потому что информации точной по срокам у меня никогда нет. А зачем я буду вас обнадеживать какими-то выдуманными сроками? Меня раньше как-то даже подставляли в этом плане. Отдельные личности говорили, вот это через неделю все уже точно сделают. Я, в принципе, шла на поводу таких вещей и такие же вещи говорила вам здесь на вебинарах. Но больше не делаю так. Наверное, это правильно, потому что, по крайней мере, вы просто ждете, а не злитесь при этом, что вам обещали тогда-то, а тогда-то не сделали. Ну, в частности, Александр Колесниченко мне говорил такие вещи. Да все, завтра все выведется. Вот такие вот вещи. До Нового года все будет. Ну, я что, я тоже рассказывал, что будет. Как-то так все. Ну, вот, собственно, и все. Новых вопросиков нету. В общем-то, поздравления все приняла. Очень много поздравлений. Прям приятные, и большое вам спасибо. Конечно, сегодня не стоит ругаться, не стоит выяснять и задавать проблемные какие-то вопросы. Давайте отпразднуем, отметим этот день уже как следует до конца. Потом начнем опять работать в рабочем режиме, в штатном режиме. Исправлять ваши проблемки в аккаунтах. Очень много исправляется сейчас гораздо быстрее, чем раньше. Лично слежу за какими-то такими массовыми моментами. Собираю, передаю, контролирую, проверяю, что сделано, что не сделано. Способствую тому, что было сделано тоже. Как-то так стараюсь. Ну, все. Отпускаем тогда, наверное, наших девочек отмечать праздник. Отпускаем тогда, наверное, наших мужчин присоединиться к ним, к своим девочкам, женщинам, девушкам, старухам, кто, как, кого называют. В любом случае, праздник, он и есть праздник. Надо больше праздновать, чем работать. Чем мы сейчас, наверное, с вами не займемся. Спасибо большое, что пришли. Да, ну, ладно, скажу еще момент по поводу нововведений каких-то разных. Это когда что-то новое на сайте появляется, если у вас нет запаса по деньгам, которым вы можете рискнуть на проверку. Рискнуть в каком смысле? Ну, допустим, не вернутся они вам вовремя. Вот критично это для вас или не критично в смысле заработка дальнейшего? Если не критично, можете рискнуть пробовать новые функции. Если нет такого запаса, нет такой подушки безопасности, не рискуйте, не лезьте сразу, дождитесь, пока все начнут писать. Слава богу, у нас ресурсов для общения достаточно, и официальных, и неофициальных. Пока все в чатах, в общем чате не начнут писать. Да, все работает, все круто, у меня вот все получилось. Вот тогда начинайте использовать эти функции, если у вас нет запаса по деньгам. Здесь вам каждая копеечка должна вот каждую минуту работать. Вот остальные могут пробовать, это даже интересно, всегда приятно быть первооткрывателем. Если все получится хорошо, можно потом говорить, а я вот еще когда сделал, и у меня все получилось, то вы не уехи, все такое прочее. Ладно, больше ничего говорить не буду. Хорошо всем отметить праздник, да, отмечать точнее, потому что время уже у меня, допустим, 9 часов, у кого-то пораньше, у кого-то попозже, кто-то уже закончил отмечать. Вот, в любом случае, праздник весны, праздник красивых женщин. Все мы приводим себя в порядок в этот день, красиво выглядим. Вот, и поэтому и вам приятнее тоже, дорогие мужчины. Вот, и не в такой день думать о проблемах веб-трансфера, наверное. Лучше займемся друг другом, наверное, да? Всего вам хорошего. Счастья, весеннего настроения, отсутствие проблем полного с веб-трансфером. Пусть все будет у нас гладко, хорошо. И, скажем так, плавного перехода, бесшовного перехода, как вот эта символость есть, английское слово, к новым, к новым функциям сайта, чтобы вот это не вызывало никогда никаких проблем больших, только небольшие проблемки, которые быстро бы решались. Вот, ну, еще раз поздравляю всех, женщин, девушек, ну, и девочек, потому что девочки тоже торчат у экранов вместе с мамами, следят за тем, как они выдают вклады и получают прибыль. Вот, если они все еще у экранов, тоже поздравляю. Пусть учатся. Все, спасибо. До свидания. До следующего вебинара во вторник. По поводу того, будет ли вебинар во вторник, можно вообще никогда не спрашивать, если даже ссылки не появляются в определенное время, да, в ожидаемое время, потому что, во-первых, я могу быть занята, или вот последние два раза трудно получить ссылку от вебинарного сервиса, долго ждать приходится. Не знаю, с чем связано, но главное, чтобы ссылка была. Вот, собственно, все. Отдыхайте. Выпейте вина, покушайте вкусно, посмотрите какие-нибудь фильмы, послушайте музыку. В общем, кто как привык, сходите в кафе, сходите в ресторан. Отвлекитесь от этих проблем. Просто советую. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,